привет друзья сегодня в этом видео речь пойдет о том как заводится ваша тачка с утра если помните в прошлом видео когда я искал причину дребезжание цепи и шума в двигателе m52 или m50 которая характерна для них то первая из основных причин это давление масла я решил также у себя проверить как у меня это происходит и каждое утро у меня масленка красная масленка горит приблизительно 6 секунд это не есть хорошо по регламенту должно от 2 до 3 секунд то есть довольно таки быстро тухнуть и у меня есть подозрение что на холодный у меня ничего не тарахтит ничего не стучит как потому что масло более холодное и двигатель работает тихо когда масса становится жиже но начинает не дает того давления и из этого я расскажу как с этим бороться машина постояла несколько часов и вот завожу тачку проверим сколько горит масленка я насчитал примерно 6 секунд но это масло значит полностью стекает в поддон и не хранится в стакане соответственно масло насосу требуется больше времени для нагнетания давления это я сейчас приехал в гараж и как бы машина горячая масленка должна потухнуть мгновенно вот вот так она должна заводиться и утром а утром у меня масленка горит 5-6 секунд а виной всему вот этот масляный стакан вернее не сам стакан а тот клапан который находится внутри я же покажу на примере масляного стакана двигателя м50 с моих бывших автомобилей значит какая ситуация здесь этот стакан я поменял потому что он также не держал масло и купил душный с разборки которого клапан был немножко получше но как бы с разборки они все плюс-минус в одинаковом состоянии все из-за чего клапан сам тело клапана металлическая алюминиевая а что клапана пластиковый и вот происходит вот такая штука вот сейчас он ровно и когда давление масло бьет он вот этой крыльчаткой цепляется за тело и перекрашивается соответственно кераметичности нет и масло вытекает и и поэтому масляному насосу требуется больше времени чтобы набрать рабочее давление в моем двигателе m52 аналогичная система просто используется пластиковая крышка по лабиринту и по самому клапану это все одинаково получается на то время когда у меня были машины с м50 я не знал о таком решении которое нашел сейчас и получается покупать новый масляный стакан негде их не продают а брать бушный это такой же код в мешке и в любой момент он может закончиться также но я нашел офигенное решение и занимаюсь теперь производством таких клапанов сейчас я покажу здесь у нас разборной клапан собственного производства разборной почему потому что здесь откручивается шляпка круче за шляпка достается шток делать это для чего этот клапан поставляется без пружинки соответственно вашу пружинку нужно будет переставить с вашего старого клапана все закручивается и становятся без доработок штатное место вашего масляного стакана такой ремонт вам обойдется намного дешевле и он долговечный потому что шток здесь плоский вернее сферический и цепляться ничего не будет плюс он металлический изнашиваться также и там нечему поэтому такой ремонт намного дешевле и долговечнее теперь покажу как это все поменять и самое главное перед тем как разбирать вам нужно обязательно купить прокладку масляного стакана потому что как правило она дубеет очень быстро итак для такой замены нам надо сам масляный стакан чтобы выговорить с него клапан ремонтный клапан четыре колечка на шланг подачи ванноса и сама прокладка масляного стакана я беру часто по производителю ринг довольно таки качественная прокладка номер ее 816 965 приступаем приступаем к замене из специального инструмента который вам понадобится это в первую очередь динамометрический ключ чтобы правильно затянуть стакан потому что там очень нежная резьба и ключ на 32 для того чтобы открутить вискомуфту без этого инструмента и работу лучше не начинать вот так лапан выглядит в собранном виде пружинку я поставил короче какая ситуация значит здесь сильная завальцовка достать мне его не получилось хотя до этого на других стаканах получалось не знаю почему в итоге я разбил пластиковую часть вот она выглядит вот так вот в этом клапане и разбил пластиковую часть пружинка выстрелила сама и я достал ее поставил сюда это скорее всего стакан из ранней серии м-50 и бывает такое что здесь либо нет вообще этого клапана и он находится здесь в боковой крышке либо здесь есть клапан но он не завальцован вот такой вот цельной конструкции как здесь он выглядит вот так то есть обычная скоба которая вот так вот вставляется прижимается об стенке здесь ставится пружинка и клапан упирается в эту стенку я с этим стаканом еще поиграюсь она м-52 точно такого нет там достается вся конструкция целиком и также вот так же вставляется именно в этом стакане чего-то я так сильно намучился не знаю до этого других стаканах достать вот это вот завальцовку было проще пришлось просверливать в бортике дырку из-за него цепляться крючком и потихонечку его выбивать вот так получается я достал эту завальцовку слава богу получилось тут идет еще вот такой вот бортик и идет сам клапан внутри спустя 15 минут усердной работы пришлось просверлить такую дырочку чтобы подцепить отверткой вот ставим вот так вот так и молотком бьем с одной стороны видим что завальцовка поднимается со второй стороны таким образом вот достаем вот такой вот колечко потом прыгает вот такая вот юбка сам шток и пружинка вот пружинка она нам и нужно новый клапан вставляется вот таким вот образом находится положение берется металли деревянный брусок и аккуратненько забивается пока вот эта кромка не выровняется с лабиринтом все замена произведена успешно можно менять прокладочку главное здесь все почистить герметиком поставить прокладочку и можно затягивать пока тачка холодная мотор работает без посторонних звуков потому что масло густое и масляный насос может создавать нужное давление но как только масло прогревается становится более жидким появляется вот такой звук не знаю слышно вам его или нет но это звук цепи так как так как в двигателе м52 м50 натяжитель основной цепи является гидравлическим ему нужно достаточное давление масла с моей масленкой в 6 секунд это никуда не годится поэтому после замены масляного стакана как минимум я добьюсь того что двигатель будет стартовать без масляного голодания и так стакан я уже свой разобрал вернее демонтировал вот имеем стакан от м50 и от м52 что мы видим вот я достал его в таком положении можно видеть как клапан пластиковый выел канавку в алюминиевом корпусе и клапан перекосило то есть вот его в такое положение соответственно он стравливал постоянно масло и давление нагнеталась быстро сейчас мы его заменим прокладки тут тоже жопа вижу что вот есть герметик и прокладка вообще плоская сейчас поменяем прокладочку поменяем клапан ребята кто будет делать себе масляный стакан крайне не рекомендую наносить сюда герметик прокладки хватает с головой если здесь начнется течь герметик не поможет поэтому собирайте такие детали и узлы правильно выставляем правильно клапан и деревяшкой застукиваем его обратно аккуратненько пока неудобно я сейчас вернусь вернусь когда залью вся клапан установил теперь проблема масляного голодания устранена так поверхность я обезжирил здесь и теперь устанавливаем новую прокладочку как отличить нормальную прокладку от ненормальной значит попадались китайские прокладки подделка даже виктора рейнса элринг фишка в чем вот то есть прокладка должна выпирать слегка из корпуса китайские прокладки которые некачественные они сразу вдавливаются в корпус и расстояние практически нет здесь прокладка хорошая она торчит как надо то есть при выжимке уплотнение будет хорошая мы собираем все в обратном порядке протираем здесь тоже обязательно растворителем чтобы обезжирить поверхность и все надеюсь проблема масляного голодания будут устранены еще одно важное замечание здесь болты имеют разную длину для того чтобы запомнить как они стояли у меня есть запасной стакан я поставил в таком же порядке затягивать необходимо только динамометрическим ключом с усилием 22 ньютон метра обязательно главное не перетянуть потому что здесь резьба очень нежная и есть большой шанс потянуть резьбу так что будьте аккуратны 22 ньютон метра не больше не меньше после того как новый клапан установлен обязательно нужно налить немножко масла в стакан так как когда вы его снимали она вытекла и новый клапан сейчас без масла чуть-чуть доливаем масло и запускаем движок и так новый клапан установлен запускаем двигатель сейчас не подключен воздушный фильтр машина немножко глохнет все сейчас ждем пару минут саде собираю тачку и после сбора запускаем повторно так повторный запуск а вот так хорошо вот так лампочка и должна тупнуть кстати хочу сказать что двигатель стал работать намного тише вот так вот работает сейчас движок с новым клапаном с нормальным давлением ни одного постороннего шума в это время уже начинала молотить вот температура рабочая двигатель работает тихо поэтому кому нужен такой клапан обращайтесь и все